Продолжаем говорить на самой интересной и важной теме. Одну из них, 25-ю годовщину первого референдума о статусе Республики Крым, обсудим прямо сейчас. У нас в гостях Сергей Шувайников, депутат Государственного совета Республики Крым, Сергей Иванович. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Иванович, для начала, наверное, следует вас, как деятельного участника тех событий, поздравить с этим маленьким юбилеем. Все-таки четверть века, это действительно большая дата. Нельзя не задать вопрос, который по большому счету многих тех людей, которые в Крыму живут и за политическими событиями, которые в Крыму происходят, наблюдают со стороны, интересует. Не задать вопрос о том, 25 лет назад референдум о статусе Крыма нужен был или не нужен. Почему? Потому что многие говорят о том, что союз все равно разваливался, что тектонические вот эти на геополитическом уровне процессы, они уже приобретали такой характер хаотичный. Что дало Крыму вот это событие, которое произошло 25 лет назад? Ну, я, наверное, начну с того, что в 90-м году весной в Крыму состоялись первые демократические выборы. И я, тогда еще беспартийный журналист, получил возможность стать депутатом Крымского областного совета. И вот в программе многих депутатов, особенно, которые выступали критиками правящей тогда Коммунистической партии, был пункт. Он был в моей программе повысить статус Крымской области с учетом всех народов, проживающих на территории Крымского полуострова. Вот, поэтому мы прекрасно понимали уже последующее время, когда начался парад суверенитетов союзных республиков. Если вы помните, принимались декларации о суверенитете, мы прекрасно понимали, что дело идет к большой беде. Особенно люди, которые умели прогнозировать и возможности того, что Советский Союз может развалиться. Вот, поэтому надо было как-то защитить своих избирателей, защитить свое население. Мало того, были опасности, которые шли из Киева, потому что в тот период был принят закон о языках, который признавал украинский только одним официальным государственным языком. А русский фактически как бы был забыт. А учитывая то, что в тот период 12 миллионов русских людей проживало на территории Украины, и почти полтора миллиона русских проживало в Крыму, естественно, мы чувствовали определенную дискриминацию. Был еще один момент, который тоже заставлял задумываться руководство Крыма. Это возвращение депортированного крымско-татарского народа. В этот период были открыты двери. Десятки тысяч приезжало представителей крымско-татарского народа. Вот, надо было решать их проблемы. И надо было учитывать возможность, чтобы не была создана межнациональная напряженность. Потому что к тому времени уже были кровавые события в Баку, в Карабахе, в других регионах Советского Союза. Мы не хотели, чтобы Крым стал горячей точкой. Вот эти вот многие факторы подвигнули как депутатов-демократов, так и большинство, а большинство представляли депутаты, которые были от Коммунистической партии Советского Союза, к тому, что все-таки укрепить статус Крымской области. Мало того, это было и чаяние очень многих представителей общественных организаций. Тогда было очень много неформальных организаций, их так и называли неформалы. Вот это вот стремление, как бы общий крымский поток, общие крымские настроения, они совпали. Что совпали настроения власти, настроения народа, настроения депутатов. И вот, и в принципе, к осени 90-го года Крымский областной совет принял решение о проведении референдума. Было очень много противников. Противники были со стороны национальных украинских организаций, такие, как РУХ, Просвита, другие организации. Они утверждали, что якобы хотят воссоздать крымскую автономию, как какой-то заповедник для коммунистов, чтобы здесь хотят сохранить остатки коммунистического режима. Тогда это было модно, такие слова говорить. Были также критики, очень жесткие критики, со стороны радикальной части лидеров крымско-татарского народа. Была организация КНД, если меня не изменяет память, ее возглавлял тогда тот же Мустафа Джамилев, и они заявляли, что будут бойкотировать референдум. Им удалось убедить представителей своего народа не идти на референдум. Причина была такая. Они говорили о том, что воссоздается территориальная автономия, а они требовали для себя создания крымско-татарской национальной автономии. Хотя все историки и специалисты, тогда выходило очень много статей научных трудов, которые доказывали, что действительно в 1921 году и по 1945 год в Крыму существовала именно территориальная автономия, где определенные права отдавались национальностям, которые проживали в Крыму, в том числе и крымским татарам. В тех конституциях, которые до военной автономии существовало, было два государственных языка, русский, крымско-татарский. Были представители крымско-татарского народа в структурах власти. Но, тем не менее, это была все-таки многонациональная территориальная автономия, потому что были даже отдельные районы. Вот у нас был до войны немецкий национальный район, был еврейский даже национальный район, крымско-татарские национальные районы. Это еще раз говорит о том, что чисто национальной автономии никогда не было. Ну, что касается референдума. Я уже говорю, что было принято решение областного совета народных депутатов, как мы тогда назывались, и народ нас поддержал. Поддержали также в Москве. У нас был очень мудрый руководитель, тогда будем говорить еще областного совета, а позже уже крымского парламента, Николай Васильевич Багров. Это крымский патриот, это очень мудрый человек, с большим опытом национальные работы, очень такой тонкий дипломат, который сумел, невзирая на все сложности, доказать необходимость этого референдума. И он прошел. 20 января 1991 года, люди, представители всех народов, живущих в Крыму, пришли на избирательные участки и избрали политико-правой статус для Крымской области, воссоздать Крымскую автономную советскую социалистическую республику. Но там был не только вопрос о воссоздании Крымской автономной советской социалистической республики, я вот дословно прочитаю, как он был, звучал, воссоздание Крымской автономной советской социалистической республики как субъекта союза СССР и участника союзного договора. Кстати, в тот советский период, вот эту оговорку участника союзного договора предложил тогда еще председатель Верховной Рады Украины Леонид Кравчук, он своей рукой это писал, потому что все еще надеялись, что действительно мы сохраним Советский Союз, шла разработка союзного договора, и мы фактически претендовали быть автономной статусом союзной республики, были у нас такие вот претензии, народ требования поддержал, но к сожалению события развивались стремительно, не так как хотелось большинству населения Советского Союза, если вы помните историю, это события августа ГКЧП, парад суверенитетов, когда начались провозглашения актов о суверенитетах союзных республик, и 1 декабря украинский референдум, когда избрали Кравчука президентом, и хитрый был вопрос в поддержку акта независимости Украины, который собственно говоря людей вводил в заблуждение, потому что люди думали, что сохранится Советский Союз, но мы получим как бы в союзной республике больше прав, больше независимо от Москвы, от центра будем, людей как-то людям это не объяснили, то есть людей ввели в заблуждение, а уже через неделю практически Беловежские соглашения и Советский Союз был ликвидирован, поэтому из того референдума выполнена была только половина, мы восстановили крымскую государственность в форме автономии, к сожалению, не было предоставлено даже по советским законам, которые до декабря действовали, возможность определить свой статус, по тем законам крымская автономия имела возможность определить, где ей находиться, в Украине или вернуться в Россию, такая возможность была, но когда прошли уже Беловежские события и был разрушен Советский Союз, об этом забыли, ни российский президент Борис Ельцин об этом не вспоминал, ну а Кравчук, Леонид Кравчук вообще отказался вспоминать обо всех этих правовых условиях, он посчитал, что Крым украинский, Крым его и вот эту вторую часть референдума забыли. Тем не менее, мы, пользуясь восстановленной автономией и государственностью, продолжали укреплять правовые позиции в Крыму, была 6 мая 1992 года принята конституция, фактически конституция самостоятельного государства, я не боюсь это сказать, но была оговорка в составе Украины. Мы могли принимать свои законы, у нас была должность президента, кстати, мы его избрали в январе 1994 года, через 3 года после принятия конституции и проведения референдума, но, к сожалению, так получилось, что первая Крымская весна тогда не состоялась. Если те, кто помнит из крымчан события этого периода, тогда был создан блок Россия, вот, я тогда баллотировался от русской партии Крыма кандидатом в президенты, вот, и второй кандидат, который также на пророссийских лозунгах шел на выборы, это был председатель республиканской партии, партии РДК Юрий Мешков. Вот именно эта партия создала блок «Неформальная Россия», позже этот блок получил большинство в парламенте, Мешков получил большое количество власти, доверие большинства крымчан, но, к сожалению, главный лозунг, который они провозглашали провести референдум о статусе Крыма, они его не провели. Они даже не смогли укрепить правовой статус республики, поскольку надо было вносить на референдум именно Конституцию 92-го года, тогда бы не так просто было Киеву ее растоптать. Но, к сожалению, уже в марте 95-го года киевское руководство, в лице Леонида Кучмы и Верховной Рады, просто отменили Конституцию Крымскую, отменили должность президента, отменили наши законы, и, я бы сказал, превратили Крым в такую резервацию украинскую. Вот, они стали относиться к нам очень прохладно, присылать своих руководителей с различных регионов Украины, создавать здесь свои структуры, и Крым у них оказался как на втором месте. Они всегда с опаской относились к нашей автономии, как бы не совсем признавали, предоставили возможность в 98-м году принять Конституцию, текст которой был разработан при участии тогда лидера крымских коммунистов Леонида Грача, который повез ее в Киев и сделал все, чтобы она была очень удобна украинскому руководству. Но даже в Киеве Верховная Рада поправкой такого депутата Зайца фактически сделала не Конституцию, а устав резервации, как я ее называл. Потому что эта поправка говорила о том, что любой нормативно-правовой акт, принимаемый крымским парламентом или правительством, если он в чем-то противоречит хоть одному украинскому закону, он является недействующим документом, то есть не имеет никакой правовой силы. Фактически, я еще раз говорю, мы оказались в бесправной территории в составе Украины, но тем не менее люди верили, что рано или поздно справедливость восторжествует. Мы, как депутаты, мы, представители русских организаций, вели постоянно борьбу и против дискриминации со стороны Киева, и за права Крыма. Она носила различные формы. Если говорить о себе лично, я многие годы был представителем русского движения, возглавлял русские организации, особенно после того, когда Кучма ликвидировал крымские партии, в том числе и русскую партию, которая первая провозгласила, что спасение Крыма только в составе Российской Федерации, возвращение Крыма в Россию. Мы испытали на себе все, и преследование со стороны правоохранительных органов, и определенные негативные моменты. Но тем не менее мы сохранили российский, русский дух в Крыму, и дождались крымской весны марта 2014 года, когда после событий в Киеве антиконституционного переворота, государственного переворота, как называют в власти, пришла хунта, исповедующая националистические радикальные идеи. Мы легитимным образом, легально, крымским парламентом приняли решение еще раз, как и в 1991 году, предоставить многонациональному крымскому народу право самому выбрать свою судьбу. Где им оставаться? В Украине или вернуться в Россию? Восстановить историческую справедливость. И результаты этого референдума были такие же, как на референдуме 1991 года. Большинство, абсолютное большинство жителей Крыма высказано за Россию. Нас поддержало в этом руководство Российской Федерации, в первую очередь президент России Владимир Путин. И мы сегодня у себя дома, у себя на родине, невзирая на те сложности и проблемы, которые переживаем. Большинство людей сегодня не хочет думать о прошлом, не хочет думать о том времени, когда мы были в составе Украины. Многие говорят, что это была аннексия, и они с правовой точки зрения правы. Мы сегодня в составе России. Спасибо большое, Сергей Иванович, за ваш интересный эмоциональный рассказ. Действительно, у крымской государственности богатые традиции. Еще раз разрешите поблагодарить вас за ваши ответы на вопросы. А я хочу поблагодарить крымчан, потому что именно благодаря национальному крымскому народу произошло то, что произошло. И референдум 1991 года, юбилейную дату которого мы отмечаем. И референдум марта 2014 года. И просто сказать спасибо, что мы все крымчане как единая семья, которая переживет все трудности. И мы верим в наше лучшее будущее. Невзирая на то, что у нас много недоброжелателей, много, как говорится, противников. Мы умеем себя защищать. И мы никогда не меняем свои взгляды и свои принципы. Потому что мы живем на святой и благословенной земле, которая называется Крым. Сегодня это российский Крым. Спасибо, Сергей Иванович, за теплые слова. Всех благ. Ну а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове.